Добрый день, наши дорогие и уважаемые подписчики канала Виват Латвия, а также все те, кто к нам сегодня присоединились, мы вас приветствуем И, конечно, рекомендуем подписаться на наш канал, иначе вы пропустите следующее видео А мы вас сегодня привезли в город Зигебольд Да, вот такое интересное немецкое название До 1917 года носил этот город, а сейчас этот город называется Сигулда Или Латвийская Швейцария Город, который находится, ну, на горах, конечно, не скажем, но На возвышенностях очень красивый город, который посещают все жители города Риги, которые находятся отсюда в 50 километров В октябре месяце, когда наши листва начинают желтеть, краснеть, буреть, зеленеть Вот видите, все вместе здесь, вот такая бурность красок начинается, и город становится неподражаемо красив Поэтому мы сегодня вас приветствуем в этом городе Покажем вам недвижимость, конечно же, которая эксклюзивная находится в этой части Латвии Около 15 тысяч населения всего-навсего городка То есть маленький город даже по размерам Латвии И тем не менее он очень красив, очень интересен И мы вам сейчас покажем нашу прекрасную Латвию с этой северо-западной части от города Риги В Сигулдзе большое число смортовых прощадок, город приведен в порядок, причесан, красив Обязательно посетите его, если вы будете в Латвии, если вы здесь покупили недвижимость, или просто ее арендовали, или приехали в гости Обязательно съездите, если это тем более сентябрь-октябрь Да любой, в принципе, месяц очень красив в Сигулдзе Но если уж вы приехали в октябре, когда листва начинает буйством и красок играть Конечно же приезжайте в Сигулдзе, вы посмотрите, какое прекрасное и красивейшее это место Она приведена в порядок, кафешки Вот сейчас мы идем с вами, это середина октября И при этом у нас 15 градусов тепла То есть теплая погода стоит Сейчас, кстати, поменялся у нас климат И стало значительно теплее последние, наверное, вот года И, соответственно, Сигулда точно так же стала иметь более теплую погоду Что очень хорошо, потому что листва все равно начинает в это время играть красками Потому что ночью достаточно прохладно Бывают и морозики 1-2 градуса А днем температура воздуха прогревается И вот такая красота, вот такая красивая природа Она, конечно же, украшает Сигулду И она становится значительно красивее Да вы сейчас сами все увидите и поймете Посмотрите, какая красота А это одна из, ну, так сказать, остановок Вагончик, который, видите, возит людей Это канатная дорога из Сигулды В городок Кримул, да, вот вы видите на той стороне Вот этот вот шикарный дворец Или замочек, который стоит на той стороне Вот в ту сторону как раз-таки поедет сейчас этот трамвайчик И повезет туристов на ту сторону Да и жители Кримулды, они тоже иногда пользуются Хотя дали достаточно дорогое удовольствие Но мы обязательно сейчас с вами воспользуемся И перейдем на ту сторону И посмотрим этот замок Кстати, вот этот вот Кримульский замок, который вы сейчас видите Он стоит на продаже уже Ну, я не знаю, наверное, лет 5 Его пытаются продать Цена 3 миллиона евро Может быть, кто-то из вас, наши уважаемые подписчики Захочет инвестировать свои деньги в развитие этой недвижимости Она прекрасная на самом деле Ну и, кстати, подскажу вам, что можно там сделать Что могло бы жить с точки зрения бизнеса Не все подряд, конечно же, да Но, в принципе, очень красивое место Там, видите, тоже замок средневековый Поэтому очень красивое такое место Напоминающее Швейцарию, согласитесь, да? Вот так красиво сделана канатная дорога И вот такая красота сегодня Птички уже не поют Солнышка сегодня, к сожалению, нет Но несмотря ни на все на это Все равно очень красиво Ну вот, 19 евро стоит билет туда-обратно Для взрослого Детям подешевле Есть семейные билеты Ну, то есть, все равно, как бы ни было, удовольствие не из дешевых Ну, если вы хотите полететь в свободном падении Можно вас пользоваться таким аттракционом, как Airgris Два человека, видите, да? Могут лететь в свободном падении вдоль, соответственно, канатной дороги Там на обратном пути, соответственно, вагончик ваш подцепит и вернет обратно Это удовольствие стоит 89 евро на одного человека В рабочий день, в выходной будет почти 100 евро 99 евро на человека Ну вот, народ начинает грузиться На Airgris сегодня желающих прокатиться нету А вагончик пошел вниз Ну, точнее, на ту сторону Вот так он это делает Фуникулер На котором вы можете сейчас прокатиться И мы с вами обязательно это сделаем Машинки, которые могут съездить вниз Ехать со скоростью достаточно высокой молодой поколения Парк юрского периода с динозаврами Колесо позрения, как небольшое, которое есть Всеми этими вещами можно воспользоваться и получить удовольствие от них Красиво есть Красиво! Красиво! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дерево точно повидало больше, чем любой из нас с вами И по аллее парка, на парке здесь замечательной, как видите, и достаточно большой Мы с вами идем к Кремльскому поместью Территория Кремльского поместья Это как старинный городок, можно сказать Тут не только сохранилась вот эта величественная усадьба, которая сейчас покажется из-за деревьев Но и окружающие ее хозяйственные постройки различные Которые со временем меньше менялись Но сегодня приобрели уже достаточно постоянный вид Во многих из них кипела когда-то бурная деятельность Обитали управляющие компании по бухгалтерскому учету В других располагались уютные кафешки, магазинчики Здесь, кстати, производилось и местное вино Которое можно, в общем-то, по выходным здесь часто попробовать Ну, это она любителя, мне как бы она не очень-то нравилась Больше всего истории, связанные, конечно, с жизнью усадьбы Дошли до наших дней от ее последних самых хозяев А это были семья Ливенов, так называемая Она проживала здесь в 19 веке Однако сам, если мы говорим о почве и слой культурного слоя Так будем говорить, как Кремльского городища Говорит о том, что активная жизнь здесь началась уже очень-очень давно Само появление вот этого замечательного замка или усадьбы Ну, я бы сказал, что за среднее между замком и усадьбой Датируется в 13 веке Изначально она находилась ближе к реке Гауи Здесь мы сейчас выйдем и увидим, что расстояние до Гауи достаточно большое А раньше был он построен чуть-чуть ближе к реке В 16 веке неподалеку от руин, которые было решено не восстанавливать Возник новый хозяйственный центр, который включал в себя и это поместье В последующие сто лет Кремльта попеременно оказывалось то в руках поляков, то шведов И часть здания усадьбы, конечно, в ходе таких разрушительных боев и войн Оно разрушалось, отстраивалось заново Поэтому здесь большое количество различных построек, которые датированы в разное время Посмотрите В рабочем состоянии находится реабилитационный центр Кремльта Как раз таки на дверях стоит надпись До сих пор его используют Помесящий дом Кремльского поместья В 1625 году шведский король Густав II дарит Кремльскую усадьбу государственному советнику Швеции Адмиралу, Габриэлю, Габриэльсону И до XVIII века она оставалась в владении семьи этого графа В 1726 году Кремльта была передана в залог капитану Хельмерцену Очевидно, была какая-то хозяйственная сделка, которая привела к тому, что попала в залог И в 1817 году Кремльское имение за 60 875 серебряных рублей покупает Фирст Иоганн Георг Ливен Его семья оставалась здесь хозяевами вплоть до 1921 года Что произошло в 1921 году, я думаю, что каждый из вас догадывается Национализация, да? Новое здание усадьбы возникло времена именно Ливена И приблизительно в 1822 году вот этот дом появился сам непосредственно Архитектор здания, к сожалению, неизвестен Но, однако, Кремльская усадьба является одним из ярчайших образцов классицизма Гусадинной архитектуры Латвийской республики Вот такой красивый здесь фонтанчик Именно во времена Ливенов был создан романтический парк По которому мы сейчас с вами как раз-таки гуляли и гуляем И об этом парке узнал российский император Александр II Который во время своего визита в Латвию, Видземе, в 1862 году вместе с женой и со своей свитой Узнав об этом прекрасном месте, об этом прекрасном поместье и парке Посещает Кремлду В 1921 году последний владелец усадьбы Пауль Иван Ливен Был вынужден вместе со своей семьей эмигрировать из Латвии Из-за событий, которые происходили в это время на данной территории Однако в эмиграции он сохранил очень теплые чувства об этом месте И часто писал в своих письмах всем своим родственникам о том Как он скучает по этому замечательному и красивейшему Как вы же сами смогли убедиться в месту Летом 1922 года Латвийский Красный Крест создал первый государственный санаторий в этом месте В 1928 году после настройки второго этажа в санатории было устроено уже более 200 мест С 1948 года в санатории действовала общеобразовательная 9-летняя школа И с 1952 года санаторий Кремлда стал единственным местом, где лечились пациенты с заболеванием головки бедренной кости До 1991 года, или до независимости, можно сказать, что заведение функционировало как туберкулезный санаторий В 2002 году был приватизирован И с 26 июня 2002 года является частным предприятием Общество с ограниченной ответственностью реабилитационный центр Кремльда Вот такая недолгая история этого, точнее долгая история этого замечательного места Ну что я могу вам сказать, вот этот дом, это поместье, этот весь парк с огромным количеством земли сегодня выставлен на продажу 530 тысяч квадратных метров земли Более 7 тысяч квадратных метров помещений Ну, включая в себе не только помещенный дом, соответственно, и реабилитационный центр, который есть на данный момент И который работает Есть огромное количество дополнительных различных сооружений и строений, которые пристраивались в момент Тогда, когда само поместье развивалось, расстраивалось Вы видите, из камня были выстроены прекрасные строения Конечно, сейчас это все находится уже в, можно сказать, неудовлетворительном состоянии Даже не можно сказать, что удовлетворительном Нужен ремонт, нужно полное переоборудование всего этого места Конечно, оно сейчас работает, приносит какой-то доход Но это совершенно не то, что это место, конечно, должно из себя представлять Здесь необходимы серьезные инвестиции И вы спросите, какие же инвестиции вложить сюда необходимы А это миллионы, может быть, даже десяток миллионов евро И тогда, возможно, из этого прекрасного дворца можно сделать конфетку Но понятно, что конфетка-конфетка, она должна приносить какие-то деньги И, на мой взгляд, единственное, чем может заниматься это место Это продолжение оказания каких-то реабилитационных медицинских услуг Работа как санатория для тех людей, которым необходимо привести в порядке свою нервную систему Потому что место, вы видите, потрясающее, красота, которая здесь, она неповторимая На берегу реки Гауи Такое замечательное, красивейшее место И само поместье очень красиво Видите, с этой стороны тоже необходим ремонт Но оно очень красивое, да, и вы видите с той стороны, когда мы были Очень красиво, вот видите, река Гауи И такой замечательный парк Абсолютная тишина И, может быть, еще дом для престарелых Частный дом, дорогой частный дом Да, здесь наверняка будет востребовано Потому что сейчас этой услуги все набирают большую популярность Когда обеспеченные люди за дополнительную плату, безусловно Не только за свою пенсию Поселяются в красивых местах и проводят последние дни в своей жизни Вот это тоже самый бизнес, который мог бы здесь хорошо процветать и развиваться Стоимость поместья до торгов 3 миллиона евро На мой взгляд, цена завышена Можно говорить, что она значительно меньше суммы Надо просто сделать свое предложение Поэтому, соответственно, если кто-то будет заинтересован Кому-то это место понравилось Понятное дело, что здесь не только бизнес Здесь должна и душа ближать к этому всему Если вам действительно это интересно Обращайтесь, мы постараемся вам помочь Поэтому и в Кремлде есть уникальные VIP-проекты А вот задаю вам вопрос на засыпку, наши уважаемые подписчики Что за помещение вокруг стоит, замка? Как вы думаете? Вот кто из вас знает? Отвечайте, пожалуйста Посмотрим, будет ли те, кто действительно правильно ответит на этот вопрос На территории Кремльского поместья есть кафе Мили Вот оно так вот выглядит Что уникально На троих вот такой чайник с чаем рассыпным Печенье На троих хватит, согласны, да? Вот видите, евро 83 И мед Вот такая вот цена Короче, втроем Сидим, пьем чай Едим печенье с медом 6 евро Ну вот и вход в это замечательное кафе Мили Посмотрите, какие строения здесь Интересные, старые стоят Да, все уже требует ремонта Такие въездные ворота в поместье Обрушившиеся крыши Видите, вот там вода Ну когда-то было величие Посмотрите, какие здания стоят Крепкие еще до сегодняшнего дня Очень интересное место Конюшни были Видите Лестницы на второй этаж Типан, какое-то ломбарное здание А эти домики жилые Видите, приведенные в порядок И люди живут Вон, кот выходит Из-под машины Да, конечно Они наверняка требуют ремонта Где-то уже сделан ремонт Видите, крыша поменина Где-то нет Но люди живут А это все было Территорией поместья 1893 год В динозавр это что-то новенькое В прошлом году такого не было Даже не знаю, что это такое Сейчас попробуем разобраться на месте Марк динозавров Похоже Так Детям до трех лет Бесплатно Детям с 4 до 12 лет 8 евро И с 12 лет 10 евро Вот такие там Звери бегают Вот так Вот такие страшные Динозавры Динозавры тут ходят Выходим с вами на новую смотровую площадку И сейчас пойдем покупать билеты Будем сейчас садиться Ну вот как-то так это все здесь устроено Вот такая красота Ощущения непередаваемые Обязательно попробуйте Очень понравится Умиротворение полное На машинке проехаться Ездят и дети И взрослые Никакой проблемы нету Не страшно Не волнуйтесь Поэтому можно и девочкам Смотрите Машинка едет Выкрасываемся Достаточно Большой скорости Мы с вами Так вот прекрасно Посмотрите Какая долина Реки Гауя Какие красоты Разве это не Швейцария Ребята Коровок нету С колокольчиками Молитон Там тоже разный вид Развлекаловки Еще есть там можно на колесах На батутах попрыгать Ну это уже там Летом в основном Сейчас видите Народу немного В выходные дни больше В будние дни меньше Мы ближе к вечеру приехали Поэтому народу совсем немного Но зато есть возможность Вам спокойно все показать Да и мне на самом деле Больше нравится Когда людей меньше Потому что такое Когда прекрасная природа Увидание Вбагрится золото Одетые леса Тогда хочется какого-то Спокойствия И так подумать о жизни Я думаю Что вы вместе со мной Можете прочувствовать Эту атмосферу Какая красота Ребята Ну вот видите Эти машинки Теперь наверх поднимаются Там их снимут И снова Можно впускаться вниз Посмотрите Какие сигалы Для туалета Вот так вот Будет мужской туалет В городе Сигалде Это фуникулер На котором мы приехали С вами Кассы Завтра здесь Страх будет Полно уже людей Вот Кафешка Где можно покушать И Тарзанка Где дети могут Полазить Видите Это мы идем В принципе В парке Где натянули Канаты И дети Могли по деревьям Поползать Полазить Походить Тарзана Терраса Тарзана Как будто Начинается По кругу Там они Лазят Бегают Различные Препятствия Проходят В конечном итоге Здесь возвращаются Вот И отпускают Ну и вот Вам еще Одна Замечательная Площадка Для обозрения Латвийской Швейцарии На этом Мы с вами Сегодня Будем заканчивать Надеюсь Что репортаж Из нашей Прекрасной Маленькой Сиболы Вам понравился Возможно Кому-то Понравился Замок Который Находится Вот там Его Уже Сейчас Не видно С этой Точки И Тогда Обращайтесь Мы Обязательно Вам Поможем Поторгуем Получим Разрешительную Документацию Сделаем Тот бизнес Который Вы Планируете Сделать На Сегодня Мы С вами Прощаемся Всего Самого Доброго И Хорошего Пока Пока